Добрый день! Сегодня мы рассмотрим радиоудлинитель RAO2, который используется с Sinau 868R и может быть использован для телефонизации различных объектов, так же как, допустим, дача на большие расстояния, куда можно отойти от домашнего телефона и от домашних радиотрубок, например, так же съездить в лес за грибами и так далее. Как автомобильную связь можно использовать расстояние примерно 80 километров действует. Также можно сделать как мобильную связь, настроить ее. Используется с ней базовая станция Sinau 868R. Она примерно выглядит таким вот образом, как вот эта Nokia подобная. Картинку я точно станции выложу сейчас вот здесь в углу, будет видно. И вот этот RAO2, он используется с этой базовой станции. У него такая выдвижная антенка, как у новых русских мобильный телефон. Можно настроить и использовать. То есть у меня в данный момент наличие самой базовой станции нету. Есть только сам RAO2. Вот. В свое время, как говорится, у него тут на поезд даже можно вешать, как у нового русского, ходить крутым телефоном. В свое время этот телефон RAO2 был, использовался современные уже технологии, наши современные технологии. в область электроники связи. Производился с использованием таких базовых лидеров, как Toshiba, NEC. В общем, очень такой популярный в свое время был аппаратура. Очень надежный, качественный аппарат. До сих пор, кстати, работает. О! Я подзарядил аккумулятор, до сих пор работает. Все такие условия. Базовая станция подключается к сети 220 вольт. И также к домашней телефонной линии подключается. И, грубо говоря, вот этот вот аппарат переносной на расстоянии до 80 километров при использовании направленной антенны может спокойно ловить базовую станцию и с него можно, как говорится, звонить, как с домашнего телефона. Также можно, как я говорил, настроить GSM-модуль, подключить и использовать его как переносная сотовая связь с базовой станцией. Тоже хороший вариант для автомобильных поездок и так далее. Использовать в автомобилях можно. Базовую станцию также можно перенастроить на 12 вольт, подключается в автомобиль. И с небольшой доработкой, так как это еще создавалось, сотовые сим-карты еще только-только начинались, как говорится, в ходу быть. Он без сим-карт работал на своей частоте, как говорится. Но сейчас в интернете я посмотрел, есть много сайтов, где можно доработать и подключить сим-карту к базовой станции. Базовая станция устанавливается в автомобиль, данный аппарат носит с собой, можно в поездках ловить в таких местах сотовую связь, где обычный сотовый телефон даже и не ловит. Потому что мощность приемника сигнала у них очень хорошая, в свое время делались очень качественно. Вот у них такая схема установленная, что у Raudo 2 оснащена система автоматического установки мощности, что позволяет между трубкой и передатчиком базовой станции настраивать высокий качество приемного сигнала радиоудлинителя Raudo. И поэтому он намного лучше ловит связь, чем наши современные мобильные телефоны, скажем так. И хоть он уже и очень устаревшие модели, как говорится, но я посмотрел до сих пор. Очень многие применяют, чуть-чуть переделывают и настраивают для своего личного использования в автомобиле. Сейчас мы его снимем из чехла, посмотрим, как он выглядит без чехла. Сейчас, секундочку. Итак, вот. Это блок питания с базовой зарядной станцией. На ней даже устанавливается аккумулятор для зарядки, подзарядки, как говорится. Здесь стоит более новый аккумулятор. Выдвигается антенка, конечно. Можно ходить, как раньше новый русский. Снизу разъем для подключения программного обеспечения и других выводов. Есть также вывод для гарнитуры сбоку. Базовая станция для этого радиоудлинителя позволяет подключать не только телефоны, телефонную домашнюю сеть, а также факсы, модемы. Ну и таксофоны в свое время можно было подключать. Функция радиоудлинителя позволяет сканировать от двух до восьми выделенных доступных каналов. Также двухсторонний вызов. Можно с трубки позвонить на саму базовую станцию. Там, как и говорил, вот такая же трубочка стоит на базовой станции. Картинка, я приложу чуть позже. Также можно на базовую станцию. Например, ты едешь в машине, позвонить домой можно спокойно и так далее. Память на 20 номеров у него есть. Также изменяется тональность музыки. Жидкокристаллический дисплей на трубке, как мы видим. Что тут еще у нас интересного? Я в самой программе еще не лазил. Не смотрел, честно сказать. Настройки еще не рассматривал. Вот. Здесь я... Должна быть где-то настройка. Я так понял, есть настройка подсветки кнопок. Имеется вызов с любой кнопки. Также имеется функция такая, настройка часов и будильника с выбором отдельной мелодии. Можно сказать, наш современный мобильный телефон. Также при звонке есть виброзвонок. Устанавливается. И возможность подключения к базовой станции, которую я ранее говорил. К этой базовой станции возможность подключить до 9 таких трубок. От одной до 9 трубок. Также имеется регулировка мощности передатчика. И есть такой режим автоматическая установка мощности передатчика трубки. Можно еще устанавливать переадресацию, оказывается, в трубке на трубку. Интересно. Вот. В общем, такой небольшой обзорчик. Такого вот устройства. Кто что может дополнить, пишите в комментариях. Может кто-то раньше и пользовался такими аппаратами. Буду рад узнать, послушать. Информацию почитать. Так что пишите в комментариях. Буду рад. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok